Так, приключения украинской массажистки в Кракове! Ну что, рассказывай. Так, ну, в общем, обычно мы как бы про работу, да, то есть наша тема это работа. Ну, сегодня, в общем, расскажем такой интересный момент, как, в общем, я тут еще как бы хотела заняться дополнительным, в общем, заработком, да, то есть мы в Украине привыкли дополнительные заработки ретельмей, то есть, ну, кроме сетевого маркетинга, нужно еще как-то чем-то заняться, да. Ну, в общем, я в Украине не могу подрабатывать, был массажистом, но потом какое-то время я, в общем, эту тему забросила, потому что, в общем, были другие дела. Ну, а тут, естественно, приезжаешь, начинают мозги работать, думаешь... Чего? Ну, то есть спокойно. И думаешь, в общем, ну, как бы, где бы еще взять денег, в общем, на дополнительные, как бы, пожитки, да. Ну, в общем, естественно, как человек, как бы, 21-го века я подала объявление, думаю, про мониторию рынок, в общем, какие есть там спрос на массажисты. Цена у меня, конечно, такая конкурирующая. Могу себе позволить? Да, да, да. И, в общем, в объявлениях я четко написала, что я работаю только с женщинами. Почему только с женщинами? Потому что, во-первых, как бы, ну, мне больше нравится с женщинами работать, а, во-вторых, как бы, у нас есть свои, в общем, ну, моральные, как бы, устои. Ну, в общем, не судите, в общем, работаю только с женщинами, да. Ну, и, в общем, начали мне звонить, начали мне звонить дяденьки, мальчики и дяденьки, и, в основном, только они. И, в общем, я очень долго пыталась объяснить, что они работают с женщинами, они работают только на своей территории. Они начинают говорить, что, ой, пташка, прилети ко мне, ой, пташка, в общем, жду тебя на своей территории. И, в общем, я долго объясняла, объясняла, что работают только с женщинами, в общем. Некоторые понимали, знаете, то есть, ну, насколько я понимала, ну, во-первых, как, ну, в Польше вообще очень много таких людей, которые сидят за собой, в том числе, как бы, и мужчины, что тоже хорошо. И, ну, просто тоже, как бы, ну, нормальная цена, нормальная тема, почему бы не воспользоваться. Ну, очень многие, ну, нормально реагировали на то, что я не работаю с мужчинами. И, в общем, желали счастливого, и, в общем, на такой ноте мы расставались. Ну, потом я, ну, в общем, пообщалась с поэтами, и они мне сказали, что лучше такими не заниматься, потому что я должна зарегистрироваться и, в общем, официально эти все дела делать. Поэтому, в общем, ну, я это дело, скажем так, не реализовала до конца, как бы мне хотелось бы, да. Да, потом, естественно, я пошла на курсы массажиста, чтобы здесь, в Польше, иметь корочку, польскую корочку, да, потому что украинская здесь не очень прокатывает. Вот. Ну, а сегодня все-таки решили мы на верстать упущенное, потому что мы привезли с Украины свой массажный стол. Он стоит, вот, с Кристиной. Да, вот стоит. Мы его сегодня первый раз распаковали. Кристине сделал, Алена сделал массаж. Мальчики, мальчики пошли гулять, укладывать этого мальчика спать на улицу. Кристина, тебе понравилось там? Больно, но приятно. Ну, больно, потому что, в общем, давно не делал себя массаж, как бы, ну, а приятно, понятно, потому что это массаж. Вот. Ну, на самом деле, вообще, вот такая вот история, что объявление, как бы, я подала для того, чтобы промониторить, или инак, но из-за того, что я не могу сейчас открыть компанию, как бы, и не могу, и не хочу, ну, я, как бы, этим не занимаюсь, ну, не занимаюсь, как бы, да, вот, поэтому... Масштабно, да? Масштабно. Ну, для своих, да? Как текстная реклама. Не, а на самом деле, да. Вот, поэтому, в общем, не, вообще спрос есть, как бы, можно идти, работать в салонные, но, как бы, ну, я пока не хочу, как бы, этим заниматься постоянно. Ну, смотри, я немножко подкорректирую, просто периодистские девушки из Украины пишут и спрашивают, то есть, ну, стоит ли им на эту работу рассчитывать, востребована ли она, оплачиваема ли она, оплачивается ли достойно, и, в принципе, вот, ну, наряд таких вопросов. Что, как ты почувствовал спрос, ну, предложение и... Ну, скажем так, ну, опять же, есть разные люди, да, как бы, те, кто работают со всеми, да, и с мужчинами и женщинами, конечно, спрос есть. Опять же, какая цена, да, вот, к примеру, одна знакомая, она ходила на массаж, и на полчаса ей сделали буквально там, то ли пол спины, то ли, ну, я таки не поняла, вообще, что там делали, но за полчаса она отдала 60 злотых. Естественно, что час это 120 злотых, но там дальше, как бы, нужно считать тоже, как бы. Спрос есть, но, в основном, это мужчины. Есть это смотреть по объявлениям. Как это в салонах, я не знала, как бы, и пока идти не хочу, потому что реально здесь дорого. Мне подогнать. То есть, пока мы себе этого позволить не можем, потому что, ну, такая вот ситуация. Спорим. Ну, а спрос есть. Спрос есть, ну, отлично. Да, потому что массажисты, как бы, те, которые, ну, такие вот профессии, как бы, специальные, поляки, они больше уезжают, как бы, за границу, как бы, ну, и естественно, что есть. Ну, поэтому и есть в полициальной школе с таким курсом. То есть, если бы хватало бы специалистов, то есть, ну, не было бы этих полициальных школ. Бесплатно. Да, бесплатно. Но, еще момент, если у девушки, ну, у парня сертификат или, я не знаю, диплом украинский, то есть, ему надо тут его как-то подтверждать? Ну, желательно, да? Ну, так, так. Хибо так, да? Ну, хибо так, да, потому что, ну, честно говоря, мне даже немножко, как бы, ну, не по себе идти с украинским дипломом. Но, все-таки, это лучше. И лучше проинвестировать, как бы, определенное время и получить польскую корочку, да, польский диплом, польские знания. Ну, я скажу так, что я здесь начинала, вот, ходить на курсы, потом перестала, потому что мне сложно. Я работаю ночью и утром еще идти на курсы мне очень сложно. Вот, но я пойду дальше учиться. Ну, здесь очень классно преподают, здесь настолько подробно, настолько интересно, настолько в тебе заинтересованы, чтобы ты был хорошим специалистом, вот. Поэтому, ну, очень интересно, рекомендую, идите, учитесь, бесплатно. Вот, и хорошо. Что? Нет, одни пусы. Ну, в общем, вот так. Вот так. Ну, как это. Спасибо.